Друзья, к вашему вниманию iOS 16. Все косяки и баги. Добро пожаловать на канал AppleExpert. С вами Владимир. Друзья, я столкнулся с такими багами, как обновился на iOS 16. Если мне не верите, троечки. Основные обновления. Как видите, текущая линейка у меня стоит. С чем я столкнулся? Какие баги? Настраивать, возможно, экран или еще что-то. То есть, эти все настроечки. Здесь я особо не поигрался. Выставил часы и от виджетов избавился. Я все равно также виджеты не использую. Первое, что я заметил, это падение автономности. В данном случае, в прошлый раз я зарядил очень быстро село. Сейчас я зарядил вторник 14.00, 100%. У нас сейчас среда и пол седьмого утра. Как видите, у меня 52%. То есть, опять же, я сделал те настройки, которые у меня были до этого. Я каждую iOS настраивал. Если вам интересно, вверху по подсказке или в описании под видео вы найдете, как настроить автономность вашего устройства. Это первый косяк, который я заметил. Второй косяк, это сокращение текста. То есть, я до этого выбирал какие-то сокращения. Вот у этого у меня этих не было всех сокращений, которые я там ставил. Как вернуть это? Вам нужно вернуться. То есть, это тот косяк, который я говорил, что не было сокращения. Она не работала абсолютно. Пока я не зашел в настройки. Основные клавиатуры. Замена текста. И вот здесь хотя бы один. Хотя бы один изменить. Нажать сохранить. И все, у вас сокращения опять все заработают. До этого это не работало. Это действительно очень большой минус. И точно так же, мне не понравилось то, что я мог вырезать текст, который у нас был. Допустим, мы вырезаем что-либо. То есть, оно вставляется в сообщения. В Instagram Viber не вставляется. Там знак вопроса. Для меня важно было в редактор это все сделать. То есть, там я выбираю, допустим, фон и хочу вставить. Просто тупо не вставляется. То есть, мне тоже это не нравится. Это считай баг. Не подходит такая фишка. В принципе, в остальном, кое-как она работает. Косо, криво. Там не знаю, как для кого. Но для меня эта система не является плюсом. Там что-то здесь, какие-то нововведения я не заметил. Как для себя. То есть, идут у вас вообще какие-то вопросы. Вы, конечно же, обращайтесь. Я вам подскажу по всем нюансам. Но так, бросаться, переходиться какой-то iOS 13, 14, 15 стабильной на iOS 16 я вам точно не советую. Потому что, ну, косяки есть. Еще рано переходить на iOS 16. Вот как только они поправят все косяки, что она будет работать стабильно. Время работы будет подольше. Только тогда я вам советую. Продолжение проблем я вам сказал. С автономностью вы можете решить в описании под видео, либо же по подсказке. Опять же, напоминаю. Прокрещение текста, то, что я показывал, это, в принципе, просто работает. Зашли в настройки, основные клавиатуры, замены текста. Редактировали хотя бы одну заметочку. Просто нажали редактировать. Сохранить. Все. И опять это все вернется на все свои места. По автономности я вам сказал, все сказал. Поэтому еще раз вам напоминаю, что какой смысл накатываться на релизную версию iOS. Она еще нестабильная, недопиленная. Вы столкнетесь с автономностью, с разными косяками. В принципе, эти функции не стоят того, как по мне, в принципе. Поэтому, не забывайте делать резервную копию на Y-Cloud на вашем устройстве, либо же на ПК Y-Cloud, или же на iTunes. Лучше в iTunes вы тогда сэкономите место. Единственное, что мне понравилось, это прибавилось несколько гигабайт с перехода 15.6.1 на iOS 16. Это единственный плюс. А так, конечно же, меня не устраивает, в принципе. Но у вас есть время после того, как опубликовался релиз iOS 16, откатиться назад, уже на данный момент 15.7. Там по автономности я вам не скажу. Плюс-минус, как на 15.6.1. Но у вас есть неделя назад откатиться, если вдруг вы испытываете какие-то проблемы. Вот как-то так. Подпишитесь на канал, прожмите колокольчик, оставьте позитивные комментарии. Дальше больше. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok